Игры уже стали элементом нашей жизни, точно таким же как, например, футбол, сериалы или даже общение с другими людьми, а значит и вызывать они могут у нас точно такие же положительные и даже иногда отрицательные эмоции. Сегодня мы поговорим о трёх играх, которые совершенно не оправдали ожидания своих фанатов, вызвав бурление негативных эмоций, но несмотря на это, смогли всё-таки стать отличными и даже культовыми произведениями, о которых знает и стар, и млад. Поехали! Привет ковбои, меня зовут Ивойс Ребус и грубо говоря, эмоция неоправданных ожиданий одна из самых сильных негативных эмоций, которую может ощутить человек. Её ещё можно назвать разочарование, это когда ты готовишься или ожидаешь чего-либо, но всё идёт не так, как ты рассчитывал. Относительно недавним примером несбывшихся ожиданий может быть игра No Man's Sky. Ух, сколько всего нам наобещали тогда, да и мы сами себе навоображали, приготовившись к идеальной игре про космос и сколь ничего мы получили в ответ. У многих тогда знатно бомбануло. Хотя если не обращать внимание на все обещания, на цену игры и не строить при этом в голове идеальную картинку, то No Man's Sky оказалась вполне неплохой инди-игрушкой, но не о ней мы сегодня поговорим. Первая игра, о которой я бы хотел вам рассказать, это игра фантазия, игра история, игра сказка, Fable. Для тех, кто не знает, эта трилогия игр, повествующая о приключениях героя в абсолютно сказочном мире, который ему предстояло, как это обычно бывает в сказках, спасти. А главным создателем первой шедевральной игры, да и всех остальных, был Питер Малинье, который мне всегда представлялся, как седовласый старик, рассказывающий истории своих приключений. Да так, что не всегда поймешь, где правда, а где ложь. Именно так Питер и поступал, рассказывая про свою игру, самозабвенно, столикой вымысла и преувеличения. Очарованные его рассказами и обещаниями, мы ждали огромный сказочный мир. Героя, с которым мы пройдем историю от младенчества до глубокой старости, сложными взаимоотношениями между персонажами, большими городами и невероятной историей. Мы ждали эту сказку, но как и в случае с No Man's Sky, получили не совсем то, что нам обещали. Вроде то, но вроде и нет, как впрочем и бывает в любой сказке, в которой всегда есть место вымыслу и преувеличению. Но в отличии от Безлюдного Неба, Фейбл стала действительно потрясающей игрой. Пускай и не настолько, насколько рисовал нам ее Питер, но достаточно необычной и интересной, чтобы влюбиться в нее. Я проходил Фейбл не единожды и скажу по правде, так и не встретил больше ни одной игры, которая сравнилась бы с ней в погружении в атмосферу сказки. Это действительно фантастическая история о мальчике, которому судьбой было предрешено стать героем, убить дракона и спасти принцессу. Или не убивать дракона и похитить принцессу. Ведь сказки бывают разными и не всегда в них побеждает добро. Продолжения Фейбл были уже не столь успешными, хотя своих фанатов у них тоже хватает. Огорчает в этой истории лишь один единственный факт, что той игры, которую Питер рисовал у себя в голове, и о которой так самозабвенно рассказывал, мы так и не увидели. Но несмотря ни на что, Фейбл была прекрасна, а ее продолжение неплохи, в отличие от второй игры, по которой я сейчас вам расскажу. Ее история диаметрально противоположна, и дело даже не в том, что игра была никому неизвестна, от нее просто ничего не ждали в самом начале. Но первая, а потом и вторая части игры перевернули свой жанр, а заодно и жизни многих людей, в том числе и мою. Первая игра серии вообще была моей первой игрой, а во второй я наиграл часов больше, чем сейчас наигрываю в год во все игры. Но третья, я говорю о Готике. Несомненно, любой любитель РПГ знает о Готике и ее достаточно грустной истории падения в небытие. Окрепнув фанатской базой и относительно финансовым успехом, к третьей части разработчики решили сделать фанатам подарок, но зафылили. К сожалению, главный герой, или безымянный, имени которого мы так и не знаем достоверно, сначала смог выбраться из-за барьера, попутно изгнав вселенское спящее зло, и открыть в себе избранность местного бога. Потом уничтожить новое зло, на острове зла, как бы банально это ни звучало. Но потом стал вести себя как идиот, и перестал вообще быть похож сам на себя. Первые две части, не знаю плохо это или хорошо, были по сути зеркальным отражением друг друга, разве что вторая игра была более проработанной с точки зрения геймплея. Третья же игра позарилась на абсолютно новый уровень. Нам обещали огромный открытый мир, интересный сюжет, завершающий приключения безымянного, отлично проработанную социальную составляющую и атмосферу. В общем, ту же Готику, только на другом движке, с открытым миром и красивой графикой. Но третий Ведьмак не случился. Игру выпустили недоработанной, с невероятным количеством багов, которые правились гигабайтными патчами. Причем не разработчиками, а вообще игровым комьюнити. С первых кадров игру было не узнать, даже главного героя двух предыдущих игр ты узнавал только потому, что играл за него. Моделеров и дизайнеров за это вообще повесить нужно. Сценарий сюжета был написан обдолбанным ягой-школьником, и был не только совершенно не связан с прошлыми играми, а даже путался сам в себе. Мир пуст, сюжет скучен, боевка тубовая, графика корявая, анимация упоротая. А такое вещи, как оптимизация, вообще при разработке забыли. Глазами фаната первых двух игр игру похерили, а вселенную убили. Но как бы странно это не звучало, игра, после схлынувшей волны гнева, и нахлынувшей волны огромного количества патчей, стала очень даже неплохой. Действительно огромный мир. Иногда, даже неплохие квесты. В принципе, игра доставляла удовольствие, и в нее хотелось играть. Более того, она даже обросла своим фан-сообществом, и привела много ньюфагов, которые считали ее чуть ли не лучшей из трилогии. Лично я их не понимаю. Игра, может быть, и получилась неплохим средничком, с офигенным саундтреком. Но скорее фанфиком по мотивам, нежели действительно тем продолжением легендарной и культовой готики. Впрочем, наш третий пример стал именно культовой игрой. Несмотря на десятилетия разработки, на несколько смен движков и концепций, несмотря на украденные и слиты в сеть до релиза файлы игры, несмотря на баги, недоработки и откровенную халтуру с точки зрения разработчиков, несмотря на целое море неоправданных ожиданий. Сталкер. Это игра основана на произведениях братьев Стругацких «Пикник на обочине» и повествующей об альтернативной реальности, где катастрофа на Чернобыле закончилась появлением аномальной зоны, ну в которой происходит всякая дичь. Но спроси у любого фаната, за что он любит серию игр Сталкер? И ответом будет долгое задумчивое молчание. В игре не самый захватывающий сюжет, в игре не самые интересные перестрелки, достаточно странная графика. А сколько хайпа было вокруг невыполненных обещаний от разработчиков? Ужас! Но видимо Сталкер был рожден под знаком нужной звезды, и вместо небытия очередного неуспешного долгостроя, породил Вселенную. Вселенную столь волнующую, что из игры не хотелось выходить. Вселенную столь прекрасную, что по ней были выпущены десятки официально изданных книг. Вселенную столь захватывающую, что появилось огромное количество ролевиков, переносящих сражения из виртуального мира в реальный. Я уже молчу об огромном количестве фанатских роликов и мечтаний о фильме или сериале. И даже о том, что игра сподвигла людей реально посетить Припять и Чернобыльскую АЭС. Но если признаться честно, сами по себе игры далеки от идеала. И единственное, что заставляет в них играть, это отличная вселенная и атмосфера. Только благодаря им ты забиваешь и забываешь о минусах игры, и самозабвенно продолжаешь играть. Впрочем, в итоге, лень и убогость разработчиков не прошли мимо серии. И вместо шикарных игр мы получили три недоделки. После чего Григорович, владелец прав на сталкера, не позволил больше разрабатывать по франшизе игры. И с тех пор свет не увидела ни одна игра по этой вселенной. Стоит также отметить, что фактически все три вышедшие игры, по сути, все еще были первым сталкером. А точнее, попытками сделать его таким, каким он должен был быть. Но, к сожалению, который так и не стал тем, который истинно заслужили фанаты и даже эта вселенная. Видимо, из благих намерий Григорович отказался давать добро на разработку Сталкер 2. А может быть, он просто ждет выгодного предложения от какой-нибудь крупной студии. Для нас же надежда умирает последней. Это были три примера игр, которые не оправдали ожиданий фанатов. Про которые нам лгали разработчики. Которые делали с халтурой. Но которые, несмотря ни на что, стали маленькими или даже большими легендами. Безусловно, подобных игр гораздо больше, чем три. Но думать о них не хочется. Сердце щемит от мысли, что эти игры даже под гнетом разработчиков оказались не так плохи. А ведь все могло бы быть иначе. И вместо Fable мы получили бы сказку всех времен и народов. Вместо Нидоготики поражающий финал приключений главного героя. Который из заключенного превратился в нового короля Миртаны. И вместо Сталкера от создателей сетевого шутера похуже Warface. Невероятную, атмосферную, проработанную, глубокую и интересную игру. На этом же у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если ролик понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Напишите в комментариях о тех играх, которые, несмотря на неоправданные ожидания, запали вам в душу. И в которые вам, несмотря ни на что, было интересно играть. А мы увидимся в новом видео уже очень скоро. Ну а пока, на этом всем пока-пока.